Всем привет! Мы играем партию на Часком, и наш соперник это Георгеско Тиберио из Румынии. Посмотрим, что у нас тут будет за дебют. Скорее всего, это Немцович или Новоиндийская. Д5. Это уже переход в каталон, скорее всего, возможно, в ДЦ здесь. Или слон Б4. Да, слон Б4. Слон, скорее всего, идет на Е7. Слон Ж2. С6. Уже начинаются какие-то мотивы славянской защиты. Обычно расставляю здесь ладья Д1, и слон идет на Ф4. Потому что на Д2 он уже просто мешает развивать остальные фигуры. Конь С3, например. Так, он уже побил ДЦ. На А4, Конь Д5 неприятно. Давайте Конь Д2 сыграем. Попробуем вернуть себе эту пешку и получить преимущество в центре. У него есть ход Конь Б6. С идеей взять на Д4. Правда, не знаю, возможно, это или нет. Там будет Конь Е4 ход. Висферзя. Так, а он Ж5. Целенаправленно раскрывает своего короля. У нас два хода. Слон Е3, слон Е5. Слон Е5, Конь Ж4 какой-то есть ход. Ну, давайте попробуем сюда. Потому что на Е3 как-то он будет смотреться не очень красиво. Запирает пешку Е2 и упирается Ф2 и Д4. Так, Конь Д5. Хочет Ф6, видимо, сыграть. Но это не страшно. У нас есть ход Ферзь Ж6, поэтому возьмем пешку. Пока что нам вроде бы ничего не грозит. А Ж5 это уже ослабление, как мы видим. Можно залезть на Д6, попробовать. Конь Е5, ДЕ, слон Д6, ДЕ, Ферзь Д6. На это я могу встретить ходом Е4 и связка. Не знаю, правильнее я посчитал вариант. Там вроде Конь Б4 еще какой-то ход есть. Возможно, соперник как раз сейчас над этим и думает. Слон А6 решил. Так, хорошо бы мне еще какую-то фигуру вклинить на С5, попробовать. Или же сосредоточиться на атаке на короля. Так, нужно выбрать какой-то план. Кстати, еще есть ход Конь Е7. А что на Конь Е7 он будет делать? Ладья, Ф7, Ферзь Ж6, Король, Ф8, Ферзь, А6. Так, ну давайте сыграем. Посмотрим. Хочется поинтереснее тоже что-то попробовать. Там еще и Конь на ШЦ3 может подключиться. Слон для ТЕ4, я думаю. Есть определенная игра тут уделок. Заберу. Так, и он побежал королем от нас подальше. Как еще мы можем тут напасть на него? Можно съесть просто на Е6, можно сыграть Конь Е4. Все-таки, наверное, нужно съедать. Корневая такая пешка, очень важная. Без нее нам будет легче его атаковать. Я думаю, у нас здесь более чем достаточная компенсация и хорошие шансы на победу. Правда, нужно следить за временем. Осталась лишь минута на обдумывание. Правда, перевес соперника во времени не столь большой. Но все же. Так, куда мы можем здесь еще хлопнуть? На Д5. Размены, наверное, нам не очень выгодны, поэтому Конь Е4. Хочу на Д6 с матом. Конь Ф8 есть в его распоряжении. Так, Конь Д6. Ферзь Д6. Отойду. Думаю, как дальше продолжать атаку. Возможно, Слон Ф3, Слон Аш5 еще получится залезть. Он уже много раз сходил к королям, так что никаких 3-0 речи не идет. Конь Ж, Конь Ф6. Я Конь Ж5 могу. Вроде как. Конь Ж8, правда, там еще есть ход. А у нас Слон С6. Давайте попробуем. Тут же еще Конь открывает дорогу на С6. Нашему Слону, если уйдет. Много пешек уже съели у него. Взял. По первым ощущениям, тут просто позиция близка к разгрому. Ну, нужно найти точный выигрыш в Ц5. Ферзь Аш8. На ладей Ф8, Ферзь Аш5 мотую. Так, он закрылся. Ладно, взял. Взял сюда. Просто уже и материальный перевез большой. Ферзь Аш5. И мотец на Ф7. Да, интересная партия получилась. Ферзь Аш5.